Достко совершенно заявить, что мы русских на Украине, не только здесь ДНРНР, но и на Украине и в других странах, мы не оставим в беде. Мы будем помогать всеми имеющимися у нас средствами. Первое. Второе. Мы готовы вести, должны готовы быть, по идее, вести паспортизацию, в том числе, и русских, теми, кто считает себя русскими, и в других странах. Информационная поддержка однозначная. Да, ну и если, скажем, вот в таком виде, это, опять же, моя личность на меня, вот в таком виде дискриминация русских будет продолжаться и дальше, я считаю, что Россия может оставлять свое право, в том числе, и на, ну, скажем так, физическую защиту прав русских за рубежами Российской Федерации. На Украине русские по крови попали в ситуацию безвременника, потому что, по большому счету, как бы, да, они у украинцев по крови не отличаются ничем. И эти вещи, как бы, они совершенно неразличимы. Если вы говорите, скажем, так сказать, о крови, то эта кровь, как бы, она совершенно одинаковая. Поэтому русский ты или нерусский стало вопросом исторического, культурного и политического выбора, а не вопросом крови, да? И это, несомненно, сделало эту ситуацию гораздо более болезненной. То есть здесь вопрос разделения народа, он появился в самом сердце этого народа. В самом сердце этого народа. Потому что, действительно, в других национальных республиках можно было сказать, ну, вот вы здесь, так сказать, сюда приехали, или что-то в этом роде. Но в Украине нельзя сказать, что русские куда-то приехали. Это наша земля. Это наша общая историческая колыбель. Мы один народ. И поэтому здесь вот это вот разделение внутри себя, разделение внутри себя, оно стало подобным, знаете, как отрезанию головы органов. Как будто тебе предложили разрезать грудную клетку, отрезать себе половину сердца и выбросить ее. Поэтому это приобрело такие болезненные, такие болезненные, так сказать, болезненные формы. Политика – это не выбор между лучшим, хорошим и лучшим, а между плохим и худшим. На Украине фактически произошло политическое разделение одного и того же народа, по большому счету. Там не было так, что, скажем, некое есть русское меньшинство, да, и есть какое-то условно украинское большинство. Есть фактически единый народ, внутри которого стали делить по политическому, культурному там и прочему, прочему признаку. То есть вообще людей рвать напополам, вообще людей сводить с ума. Потому что на самом деле на сегодняшней Украине русский ты или украинец – это вопрос не крови. Потому что по крови разделить достаточно сложно, да. Это вопрос твоих взглядов. Каждый, кто себя идентифицирует как русский, пусть он русским и называется. Но в таком случае признайте простую вещь на государственном уровне. Что у русских нет другой исторической родины, кроме России. Некому их больше защищать. И Россия несет ответственность за всех, кто оказался волею судеб за пределами нашей страны и считает себя русским. И это должно стать частью государственной стратегии политики.